Доброе утро, зрители StopGame.ru! В эфире Инфакт! Ларен Сьюдиос всегда любила закидывать в свои игры дольку юмора, однако то, что случилось на презентации Panel From Hell, последним шоу по Baldur's Gate 3 перед релизом, не ожидал никто. Всё началось как вполне себе безобидная романтическая сцена с участием вампира и друида, но в какой-то момент второй из-за нахлынувших чувств превратился в медведя. Но это нисколько не смутило наших героев, так что они решили не останавливаться. То, что произошло дальше, даже белку заставило выронить орешек. Публика, решение которой и привели к такому исходу, встретила увиденное ликованием. Действительно, до Ларен ещё никто не поступал столь дерзко. Даже скандальный поцелуй человеческой женщины с ёжиком Соником на фоне этого просто ничто. Но помимо медведя, разработчики показали и рассказали много чего ещё. Так авторы поведали об изменениях в системе создания персонажа. Она была упрощена в угоду игрокам, которые никогда не играли в ДНД и предыдущие игры Ларен. Внешний облик героя можно будет кастомизировать до мельчайших деталей, вплоть до веснушек и морщин. Что касается прокачки, строгой привязки к определённому классу у героев не будет. Мы сможем спокойно смешивать их по ходу развития. Некоторые особенности станут доступны лишь во время приключения. Например, героя нельзя будет сделать вампиром уже на старте. Но, коли собственного героя создавать не хочется, в третьей БГ можно будет взять и одного из шести готовых персонажей. Каждой собственной предыстории. И будет ещё одна необычная персона. Её назвали The Dark Urge. Этого героя можно будет кастомизировать как собственного, но стиль прохождения у него останется свой. Его Лариан добавили в игру специально для тех, кто хочет отыграть компанию в роли злодея. А ещё у этого персонажа есть слуга Гоблин. Легендарные Минск и Джохейра, компаньоны из предыдущих частей Baldur's Gate, появятся и в триквеле. И их также можно будет нанять в свою команду. С каждым сопартийцем поставляется и его личная цепочка квестов. От ваших действий будет зависеть, останется ли компаньон в группе или же покинет её. А некоторые решения приведут к развитию романтических отношений. Ну вот с медведем, например. То, с кем вы заведёте дружбу и устроите обмен субстанциями, повлияет на концовку игры. Подробнее читайте в новости по ссылке. Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа на ПК, 6 сентября на PlayStation 5. Ну а версия для Xbox Series всё ещё находится в разработке. Новыми деталями поделились и разработчики Assassin's Creed Mirage в свежем ролике, посвящённом главному герою – Басиму. Впервые он появился в Assassin's Creed Valhalla. Там он прибыл с Ближнего Востока в Англию и выступил в качестве наставника Эйвора, хотя имел и свои скрытые мотивы. Так вот, проходить Вальгалу, чтобы лучше узнать Басима, не придётся. Мираж представляет собой самодостаточную историю, но и фанатов девелоперы не обидят. В игре их ожидают многочисленные отсылки и секреты. События новой игры развернутся за 12 лет до Вальгалы. В поисках собственного пути молодой вор Басим отправляется в крепость ассасинов Аламут, где его обучают и дают задание отправиться в Багдад, дабы выследить орден. Системы опыта в Мираже нет. Как и в старых ассасинах, новые умения герой будет получать по ходу развития сюжета. В открытом бою Басим использует меч и кинжал. Опять же, привет Альтаиру. Но, в отличие от сына Ла-Ахада, герой умеет ещё и замедлять время и совершать быструю серию убийств. Ну и карабкается по стенам он куда быстрее, чем Альтаир. Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября в EGS и Ubisoft Store на ПК, а также PlayStation и Xbox. Создатели Mortal Kombat 1 продолжают выдавать детали об игре небольшими порциями. На этот раз они показали ещё немного геймплея, раскрыли личность ещё одного камео-бойца и разобрали пару других персонажей. Так вот, список выбегающих из-за экрана героев пополнил Кун Лао. В его арсенале есть атаки, которые помогут начать комбинацию, знаменитая шляпа, которая достанет врага издалека, и телепорт, делающий героев более мобильными. Обновлённый Скорпион в новой МК получит многие знакомые движения, вроде притягивания крюком и поджога земли под ногами противника. А новые мувы будут больше задействовать верёвку с лезвием на конце. Джонни Кейджа разрабы называют машиной исполнения комбо. Хотя у него отняли зелёные атаки, теперь он сможет совершать рывок, позволяющий проходить сквозь врага. А за проведение специальных атак герой будет заполнять хайпометр. Когда же Кейдж начнёт хайповать, его атаки усилятся. Наконец, Джонни научили ломать руки оппонентам. Этот приём ненадолго лишает противника возможности захватывать и перебрасывать твоего героя. Mortal Kombat 1 выйдет в релиз 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Всего через пару дней, 13 июля, в Diablo Immortal появится новый класс — Рыцарь Крови. Это боец средней дистанции, питающийся жизненной силой врагов. По лору, первым Рыцарем Крови стал Фернам, простой слуга, в воле и случае оказавшийся жертвой сбежавшего из темницы вампира. Благодаря придворному магу Фернам не стал нежитью, но обрёл вампирские способности. Рыцари Крови сражаются копьями, пользуются тёмной магией и силой крови. Они могут призывать летучих мышей, восполнять здоровье, нанося урон противнику и даже принимать облик монстра, временно становясь тру-вампиром. О том, какой ещё контент завезут в игру помимо нового класса, Blizzard расскажет завтра, 11 июля. Свистями об обновочках не отстаёт и Хойо Вёрс. На недавнем стриме разработчики рассказали, что ждёт Ханкай Стар Рейл в обновлении 1.2, а принесёт оно трёх новых игровых персонажей с физическим, электрическим и ветряным типом урона. В новом витке сюжета вам предстоит предотвратить уничтожение Альянса и столкнуться с тем, кто принёс в мир Стеллароны. Ну а вне сюжета можно будет исследовать новые локации, выполнять задания Кавки и Юйкуна, поохотиться за сокровищами в древних руинах большой шахты Белобога, заняться поиском таинственных координат при помощи особого датчика и прочими активностями. Апдейт выйдет 19 июля. Игра доступна на ПК и мобильных устройствах, а где-то в четвёртом квартале 2023-го Ханкай Стар Рейл завезут и на PlayStation 5. А с новостями на этом всё. Больше читайте на сайте StopGame.ru, там вас дожидаются и свежие обзоры от наших авторов. Алексей Лихачёв расписал, что из себя представляет Дэйв Дэ Дайвер, а Кирилл Волошин поведал, каков на вкус ремейк первый Front Mission. Приятного ознакомления и хорошего дня!